Мы вынуждены с детьми сутки, полтора сидеть без тепла и без воды. Электричество в этом районе отключают внезапно и по несколько раз в день, говорят люди. Без света они не могут приготовить даже еду. У нас нет ни централизованного водоснабжения, ни канализации. Это все мы делаем своими руками. У каждого колодец, у каждого своя выгребная яма. Единственное, чем мы просим нас обеспечить, это электричество, потому что у нас на нем завязано все. Мы не просим для себя клубов развлекательных, кинотеатров. И мы просим жизненно необходимые для нас вещи. Некоторые семьи уже приобрели генераторы, но энергии хватает только на холодильник и зарядку для телефона. У людей страдают и хозяйство, и бизнес. В местном магазине холодильники часто укрывают одеялами, иначе растают замороженные продукты. Со свечкой последний раз стояли. Вот когда два дня назад свет выключали, свечку, и пока хватило батарей на телефоне. В прямом смысле свечку вот тут на кассе стояло, на калькуляторе считали. Постоянные скачки энергии приводят и к порче устройств. Несколько жителей уже столкнулись с поломками и не знают, как вернуть свои деньги. У меня у соседки погас котел. Женщина живет одна, женщина инвалид, но болеет. И вызвали мастера. Мастер приехал, сказал, что сгорела в котле плата, и полетел стабилизатор. Как он и объяснил, у вас был скачок. Человек налетел на ремонт оборудования на 11 тысяч. Частое отключение света, вызванное аварийным состоянием электролинии, деревянным столбам, уже несколько десятков лет. Они прогнили и покосились. Любая непогода – повод беспокоиться. Ремонтная служба чинит неполадки точечно, а такой подход проблему не решит, рассказывают жители. Вот они висят, неизвестно на чем, как, протянуты там соединения, вон того и в виде упадет. Поэтому вот такие вот столбы у нас по всей деревне. Жители много раз обращались к главе поселения. Валерий Сафонов рассматривает каждую жалобу, фиксирует время отключения. Специально для энергетиков Судогодского района у него есть отдельная папка. Мы неоднократно отправляли информацию относительно состояния сетей. Это и опоры в ненадлежащем состоянии, которые находятся. Это и сами провода, которые там большой провис, естественно, идут в замыкание. Это и состояние трансформаторных подстанций. О проблеме энергетики знают. По их словам, в сети ждет реконструкция. В текущем году на воздушной линии 1003 Улыбышева была проведена расчистка трассы, привез на кустарниковые поросли. На 2022 год запланирована реконструкция линии, которая впитает взамен на деревянных, опорно-бетонную и неизолированы головы провода на самонесущие изолированные. Точные сроки начала работ пока не называют. Энергетики уточняют, что, скорее всего, реконструкцию начнут, когда сойдет снег. Ольга Ельфимова, Мария Гончарова и Дмитрий Манапов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...